Расскажите, пожалуйста, какие на данный момент существуют экономические гуманитарные проекты между Россией и Грузией? Экономические проекты, несмотря на расстройство межгостаростных отношений, во многом сохраняются. Подчас они приобретают, правда, довольно своеобразную конфигурацию. Например, наша металлургическая промышленность традиционно из Грузии получает марганец. Однако сейчас большая часть этого марганца идет через Украину. Понятно, что это увеличивает издержки, и грузинские товаропроизводители теряют прибыль. Традиционно очень сильные связи в медицине между Грузией и Россией. Эти связи тоже в значительной степени из-за ухудшения межгостаростных отношений приобрели такой теневой характер. Но, тем не менее, я уверен, что все это очень быстро восстановится, как только межгостаростные отношения полностью нормализуются. Если мы решим проблему с восстановлением безвизового пространства и с подтверждением участия Грузии в отношениях свободной торговли в рамках СНГ, в том числе с нашим таможенным союзом, следует ожидать очень быстрого роста взаимной торговли и сотрудничества. Это все будет очень благоприятно сказываться на развитии Грузии. Какие существуют пути выхода и ситуации, возникшие между Россией, Грузией, Южной Осетией и Абхазией? Я думаю, это прежде всего вопрос Тбилиси и Цухуми и Тбилиси и Цхинвагу. То есть, признав самостоятельность Абхазии и Южной Осетии, Россия ни в коем мере не пытается за них решать их судьбу. Надо считаться с тем, что Россия, раз признала независимость, значит трудно от России требовать, чтобы она теперь за Абхазию и Южную Осетию отвечала. Признав суверенное право этих народов самим определять свою судьбу, Россия тем самым дает понять Грузии, что вы должны, Грузия и Абхазия, Грузия и Осетия должны, Южная Осетия, договорятся самостоятельно.